так так пацаны как вы помните в прошлой серии в quality wheels мы собрали все колеса поставили все это на тачку кстати вы все это можете посмотреть перейдя по подсказочке и выехали в беларусь время было и насколько я помню часа два я поехал по-быстрому собрал свои вещички и так как я планировал ехать вместе шамом и с пацанами заре юнита я созвонился с ними и оказалось что пацаны не были готовы они находились совсем рядом с моим домом попытки сделать шин монтаж перед нами команда аэр юнит мы находимся на граблях мероприятие когда домой вот так вот до 6 утра начинать в общем как всегда проблема была банальной пацаны занимается племный но ездит на статике и никак не могут заехать на вход развальный стенд поэтому мы посмотрели на все это действие шамом и решили их не ждать и поехать вдвоем многие не знают что расточительность по совместительству является хочу поэтому он гнал всю дорогу километров 140 160 и я со своим новоиспеченным фитментом на глаз и загрузившимся вещи вещами чиркал на практически на каждой кочке и на одной огромной кочке у меня случилось фиаско короче тут такая ситуация срезала почему-то кусочек кусочек такой нихуёвый на ямочки но мы продолжаем вроде все должно быть нормально в общем после небольших манипуляций по загинанию обратно крыла срезание вот этого вот форшмака в виде отрубленной резины мы продолжили путь и принципе вся остальная дорога у нас прошла относительно легко за исключением одного момента когда я подъезжал уже к логойску у меня все с каждым разом увеличилась вибрация я уже начал нас наостораживаться но не придал этому значению после чего мы приехали на площадку и как всегда меня встретили пьяные стенсеры на самом деле после дороги я не сразу сообразил что тут происходит только потом до меня дошло что это обычное стенс мероприятие я просто хотел взять свои вещи и заселиться в гостиницу и уже только после этого начинать кутить поэтому я так и сделал следующий день был посвящен тому что все начали заниматься расстановкой автомобилей и так пацаны выехали мы вчера из москвы где-то в 3 30 приехали сюда ровно в 11 вчера уже тут было темно ничего было интересно ничего не было все были вещи как обычно сейчас происходит расстановка куча машин я естественно свой автомобиль решил убрать с площадки потому что мало того что не на все это крыло на хреначила куском резины и вдобавок ну честно говоря моя машина не совсем дотягивал до топ проекта так как и мне не надо было ничего делать я занимался своим любимым делом просто пил причем с кем я только не бухал там с бояре мы мы делали обзор поля просто ходили гуляли жрали шашлыки пытались спасти утонувшие катамаран в общем что и полагается делать на отдыхе мы на грабли год 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 мы снимаем обзор на профессиональных станций нет мы мы снимаем то что мы с профессиональным станций обозреваем поле город логойск засеянно низкой травы сколько вы планируете выращивать низкую траву то есть вырастить ее вниз в текстуру накидываете перед граблями или после и после и берет к вечеру все уже расставили свои автомобили собрали свои стенды палатки и все начали дружно заниматься алкоголизм и в итоге все это закончилось пьяным трешем а точнее обзором дудя стенд мероприятий которые сейчас вы увидите частично а если вы захотите посмотреть полностью всю эту феерию то подписывайтесь на мой второй канал туки дали фитмент лкм заебал бля пидоры твой рот саня ластик у тебя штанах силов лох но у вас гараж а вы пидоры пидоры дуть обзор волги с фарой от копейками поворотник пацаны а сколько прическа будет стоить пидоры пидоры можем вся эта феерия продолжалась часов наверное до 6 утра после чего все уставшие пошли спать и уже где-то в обед со в 2 я проснулся от громких звуков музыки и пошел смотреть что же происходит на площадке а там происходил стенд фестиваль грабли вы спросите что такое стенд с направления существует много автомобильных стилей но на данный момент самым популярным является именно стенд стиль основными его элементами является клиренс посадка автомобиля и расположение колеса в арках ну так как культурная программа была банальная все эти фитменты хуитменты блять проедь под палкой ну полная хуета я решил заняться опять же таки своим любимым делом чем принципе занимался предыдущий день мы начали выпивать я разбился на лонгборде разбил несколько бутылок бухла чуть не подрался с волейболистами местными в общем круто все было и тут мне рассказали прекрасную историю что накануне фестиваля парень под названием джунгар он первый раз кстати поехал на заднем приводе решил повертаться и его машина немножечко улетела в небольшую канавочку я был вчера сюда упорол 3 и пиздец напил и уже в конце меня выцепили пацаны светишь метал чтобы снять немножечко контента то есть я был как приглашенный звездой слишком широко объясни почему твой выбор пал именно на волю потому что это надежность и я и в рот поэтому их на даете я выбрал волю потому что безопасно банки подскажи пожалуйста почему ты выбрал это был банский три лучшие тачки быстро 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 высказать вольво все стоит вольво и самый главный топ на граблях беларуси она тоже забрала питерская вольво пожалуйста после этого пошли делать обзор дома светишь метал первое что вы можете увидеть это естественно лестница мангал в котором теплится деревяшки из лучших пород за моя спина находится самые успешные известные и крутые люди со всего мира сидеть безумно приятно и холодильник забитый только дорогостоящими напитками мы сейчас поднимаемся на 110 этаж естественно на 135 этаже максимальное количество спален лучшие удобства для всех членов нашей команды открывается отличная панорама на всю страну на этом я думаю все вот в таких домах живет светишь метал учитывая то что мои друзья светишь метал расточители мы попили добротного алкоголя поели вкусного мраморного мяса и после этого всего решили уже разойтись по домам ну немного зайдя на площадочку где была ночная дискотека для стенсеров ну что ж дорогие друзья вот и подошло это великолепное мероприятие грабли концу и что сказать нам все понравилось правда я не посмотрел не топ автомобилей не понял кто там что занял но это неважно потому что все мы тут собираемся для того чтобы отдохнуть но она теперь ждет путь обратно домой в принципе в на этом моменте должна была закончиться эта серия если бы ни одно но и примерно не доезжая 50 километров до российской границы при обгоне я услышал странный подозрительный звук такой сука я его до сих пор помню и машина начала вибрировать так что я даже вам не могу описать это просто как будто знаете как ну погоди когда волк сломал себе колеса так вот и вот так вот или мне ну короче похуй вы поняли вибрация была жуткая я остановился и начал думать что это произошло так дорогие друзья история с граблями не закончена потому что у меня наявнулся привод машина вибрирует разгоняться вообще невозможно потому что я хуй знаю что делать будем наверное дожидаться в следующем метре и дождь пошел и вот из-за того что у меня сломался вот этот привод видите опять небеса плачет да я ебал в рот вы заебали пацаны ну чё прекращайте сколько можно ножки еще налетели пиздец вот примерно также я себя чувствовал в тот момент ёбаный в рот а вы говорите легко снимать блоги то тут пиздец какой-то блять происходит в общем пацаны так всегда все через жопу с этим стендом я понял что приводу пизда решил проехать буквально там пару километров до более безопасного места и подождать пацанов и светишь метал ведь у меня как у прошаренного стенсера в багажнике было только сломанный домкрат и в принципе все я подумал что если под домкрате тачку выкрутить винты вверх и возможно что-то изменится и получится доехать до москвы и мне оставалось только присесть на обочине и ждать кого-нибудь в помощь проезжала много стенсеров кто-то проезжал мимо причем это реально пацаны если кто-то сидит ну друг другу надо понимать друг друга на друг другу надо помогать да друг друга надо помогать кто-то я останавливался огромный кстати респект пацанам всем кто остановился но ни у кого ключей был домкрат но ни у кого ключей для винтов не было и тут на мою радость Мимо проезжали местные пацаны с Астрогино. Это был ластик на своем мини-купере и струна, у которых и оказался и домкрат, и винты. Профессор Лут из Москвы сломался. Что-то случилось с Вольвочкой. Как бы высшие силы даже намекают, что эта серия нахуй не нужна, нахуй мы ее снимаем. Поэтому под звуки падающего дождя мы продолжаем свой выпуск. В общем, выкрутил я винты в максимально высокое положение, немного проехался и вибрация не ушла совсем. Но стало меньше. Видимо, Шрус встал в другое место, где не так было разъебано. И мы поехали домой километров 80. Вот так мы ехали всю дорогу. Было сложно. Каждую секунду, я думаю, что наступит тот момент, когда Шрус разъебется окончательно. И с таким вот приподнятым настроением мы уже доехали до Москвы. И погода нам подарила шанс записать итоги. Сначала давайте поговорим непосредственно о стенс-мероприятии грабли. Как мне показалось, это один из самых живых фестов. Единственное, конечно, мне не нравится, что он проходит так рано, потому что времени подготовить автомобиль практически нет. Но, тем не менее, при учете, что там был мужской твер, который так заставил бомбить всю эту стенс-элиту. Во-вторых, разбитые награды. Блин, мне честно, это я не подмазать никаким мажором. Мне на самом деле вообще похуй. Но разбитые награды, по-моему, это круто. Потому что, чуваки, если вы едете на фестиваль стенсов за наградами, вы полные мудаки. Все едут туда отдыхать, в большей части. И если вы едете и начинаете бомбить, что, блядь, ебать, какого хуя на мой ебейший проект стенс-суди не дали награду, да, блядь, чуваки, как бы, у каждого стенс-суди есть свое мнение. И хотят они давать, они дают. Не хотят, не дают. И самое, больше всего, что меня удивило, это лицемерство некоторых блогеров, которые говорили, что на граблях бухают, там какое-то, блядь, извращение, разрад. Но при этом не говорят ни слова про те стенс-филармонии, где они сами судят. И там происходит точно такой же пьяный дебош. Ну, а по поводу Вольво, что я могу сказать? Ну, во-первых, я немножечко был разочарован в самом автомобиле, потому что, пускай там и 244 лошади, но для меня она показалась достаточно скучной. Этот передний привод, который наебнулся еще. В общем, я решил не делать ничего с машиной, потому что она особо не зашла. И все лето мы тусовались с друзьями на ней, кутили, получали удовольствие от кабриолета. В принципе, для чего он и нужен. Ну, а что делать сейчас? Я думаю, наверное, что ее все-таки надо продавать. Поэтому, если есть у кого-то интерес по поводу этого автомобиля, я вижу вот в таком состоянии, с катками, с койлами, со всеми этими приблудами, в районе 450 тысяч рублей. Может быть, я все сниму и продам все дешевле, но это будет уже, понятно, зимой. Вот такая вот история получилась с крокодилом. Если вам все понравилось, ставьте дизлайки, пишите хуиту в комментарии, отписывайтесь, делайте все, что нужно, чтобы продвинуть меня в топ трендов ютуба. И сейчас, как я вам обещал, в конце всей этой истории, кто смотрел до конца, пожалуйста, к вашему вниманию, красивые кадры крокодила. На этом, мои истории с новыми проектами должны были закончиться. Но случилась одна вещь, которая была совершенно не готова. Слушай, в общем, все, серия готова. Че? А, да и хрен с ней, слушай, тут чувак предлагает вообще бомбезную тачечку. Че за бричка? Ща я перешлю тебе. А, а это разве не та, которую ты хотел? Ну, вообще-то да. И че? По деньгам? Слушай, ну он хочет за нее 150. У тебя же нет бабок. Ты откуда возьмешь-то? Слушай, ну можно торгануться и попробовать занять. Ща давай, позвоню, узнаю. Алло, здорово, профессор беспокоит. Да, да, нормально. Слушай, а ну ты там олигарх у нас? У тебя как там с бабками? Да не, ну. Да не, не, не. Тысяча 150. Дашь? Ну не на определенный срок, чего? Как обычно. Окей. Окей. Да, на карточку. Все, спасибо, давай, пока. Целую, ага. Слушай, ну он готов дать денег. Да ну нафиг. Есть шанс вытянуть твой контент? Шанс вытянуть контент нет, но походу у нас будет новая тачка. Я походу, но. Бо, бэ. Субтитры сделал DimaTorzok